Нехватка методик изучения эстонского языка приводит к нарушению авторских прав и копированию чужих разработок. Это подтверждает и конфликт, который разгорелся между двумя обучающими учреждениями и, в общем-то, сейчас ничем не закончился, как известно, на данный момент. Проблему методик изучения эстонского языка сегодня мы обсудим со специалистами, с авторами нескольких учебников. У нас в студии Инга Мангус, директор Института Пушкина, профессор Доброе утро. И Мерге Симуль, которая тоже является автором учебников и также преподавателем в Таллиннской школе. Доброе утро. Доброе утро. Если мы говорим о последних 20 годах, то вот можно ли сказать, что действительно за это время не было разработано какой-то единой и очень эффективной методики эстонского языка? Ну, я бы не сказала, что не было разработано, но мне не нравится слово «единое», потому что единую методику языка пытаются самую эффективную разработать не только 20 лет, а уже и 100 лет. И ее найти невозможно, видимо, потому что вообще изучение языка – это сложный мыслительный процесс. И очень многое зависит от самого человека и от возможности его изучать. Хочет он много слышать язык, хочет он писать на нем, хочет он разговаривать. В 2012 году авторы учебника Тера Инга Мангус и Мерге Симуль обнаружили, что задания, которые они разработали для своего учебника, были перепечатаны в материалах другой языковой школы Келли Писик в слегка измененном виде, но узнаваемом. Несколько лет шла судебная тяжба по защите авторского права, которая ни к чему не привела и, по всей видимости, дело будет закрыто. Но в данном случае проблема кроется не только в прорехах законодательства, но и в том, что языковые школы не имеют методики обучения эстонского языка, и многие русские жители до сих пор не владеют государственным языком на должном уровне. Вот если мы говорим вообще о том, как люди учат эстонский язык, и почему многие не знают его на должном уровне, то русские жители Эстонии часто на английском говорят лучше, чем на эстонском. Такой парадокс. Чем это можно объяснить? Тоже методикой? Ведь английский учат уже много-много лет, есть опробованные методики, а эстонский учат не так много людей и не так давно. Мерге. Мерге. Помогите мне. Ну, во-первых, я бы не сказала, что прямо уж все русские не знают эстонский. То есть у нас есть прекрасные примеры, когда русские блестяще говорят на эстонском языке. Ну, конечно, есть. Это первое. Второе, то, что при изучении языка очень важна мотивация. Например, если приезжает сюда англичанин в Эстонию, то если он будет продолжать говорить только на английском, то у него будут очень большие трудности, и он вынужден выучить эстонский язык. А у русского населения, у него на самом деле достаточно много возможностей обходиться без эстонского языка. Если я не работаю на государственной службе, я могу ходить к своему русскому парикмахеру, я могу ходить к своему русскому зубному врачу и так далее. А если я справляюсь на русском языке, то у меня нет мотивации учить эстонский. То есть, а как эту мотивацию создавать? Вот, скажем, что у нас основное? Это требование иметь определенную категорию по эстонскому языку, если ты хочешь работать в том или ином месте. Вот подготовка к экзамену, она способна мотивировать человека, дать ему те знания, с помощью которых он может общаться в быту совершенно свободно? Ну, еще мне кажется, что русские дети, наверное, уже намного конкурентоспособны хорошую работу получить, потому что эстонцы, которые плохо знают русский, но теперь от русских настолько требует этот эстонский, что теперь они намного лучше, теперь знают они английский, эстонский, русский, и они намного конкурентоспособнее теперь эти дети. О каком поколении детей мы сейчас говорим? Это начальная школа? Я конкретно могу рассказать, ну, какой возраст, вот именно 18, 19, 20 лет, потому что, например, у нас старший сын, и мы, как бы, еще дополнительно все время говорили о важности русского языка, и он хорошо теперь владеет на русском языке. И тогда, когда он, например, летом искал работу, тогда он намного легче, как бы, скажем, эстонцы многие все-таки не знали русский, и он наравне с, как бы, русскими детьми... Выгодно отличался. Ну, я как раз-таки тоже могу привести примеры поколения 18, 19, 20 лет, это мой ребенок, и вот их поколение, как я наблюдаю, действительно больше знают английский язык, чем эстонский, тем не менее. И это парадокс, потому что всегда рекомендуется, чтобы хорошо выучить эстонский язык, общаться с... не эстонский, а вообще какой-то иностранный язык, общаться с носителем языка. Вот Эстония, носители языка хоть и добавляй. Почему же люди все же не знают этот эстонский язык на хорошем уровне? Ну, еще, помимо всего, ну, методика методикой, еще сами языки, потому что английский несравнимо легче эстонского, ну, и, естественно, русского языка. Из-за этого еще здесь, ты знаете, как начальная математика и высшая математика. Вот, то есть еще и это влияет, безусловно. Ну, у нас есть хороший пример в нашей передаче Теревизион, которая очень похожа на нашу, но идет на ЭТВ и на эстонском языке. Есть оператор, его зовут Мустафа, он приехал из Турции несколько лет назад и замечательно владеет эстонским языком, общается на нем свободно, но, правда, он женат на эстонке. Вот, какие есть рекомендации? Обязательно нужно выходить замуж, жениться, чтобы выучить язык? Или все-таки есть еще какие-то эффективные методики, с помощью которых можно его выучить? Ну, на самом деле, у меня даже докторская диссертация так называлась, я занималась когнитивными стратегиями и стилями изучения языка. У каждого человека свой стиль, своя стратегия. Из-за этого очень важно разобраться в себе, что подходит именно тебе. То есть, например, если тебе подходит выйти замуж за эстонца или жениться на эстонке, делай это. Вот, если тебе подходит, например, слышать все время и ты воспринимаешь на слух язык, то включай радио, не знаю, там, включай телевидение, пускай все время будет эстонский язык вокруг тебя. Как, например, справиться с пассивностью? Потому что некоторые люди понимают эстонский язык, но боятся на нем разговаривать. 14 падежей тоже не шутка, ошибки сделать очень легко. Как их мотивировать к тому, чтобы открыть рот, уж все-таки что-то произнести? Ну, на самом деле, набраться смелости прежде всего. И может быть, вот такой психологический момент. Вот сколько я общаюсь с эстонцем, знаете, если даже русский хоть как, хоть с каким акцентом, хоть с какими ошибками открывает язык, открывает рот на эстонском языке, это счастье для любого эстонца. И просто, может быть, вот с этой внутренней такой мотивировкой, что я сделаю приятное сейчас, если я заговорю. Может быть, это поможет. Мы говорили о детях, и я хотела бы, конечно, затронуть еще и учебники эстонского языка. Многие родители жалуются на то, что там странные задания. Например, дети еще учат название всех птиц, насекомых, а колбасы в магазине себе купить не могут или конфету. То есть в быту общаться, в общем-то, они не могут на языке. Что делать? Почему такие учебники? Можно ли как-то это поменять? Ну, теперь мы и стараемся, или как бы те учебники, которые мы написали, то у нас как бы первая такая задача, первая идея, чтобы учебник был, или язык в этом учебник был бы такой, что в реальности ребенок может сразу использовать, что нет смысла там описывать, какая там юбочка одета у кого-то, а главное, чтобы он может сказать там «Здравствуйте», «До свидания», «Приятного аппетита» и так далее. Именно что он в реальности использует вот это такая бытовая жизнь. Да, у нас сейчас последний учебник, вот выходит сейчас шестой класс, и у нас даже там остановки. Остановка «Макдональдс», остановка «Кино», остановка «Перерст». И то есть вот так мы именно пускаем ребенка в жизнь непосредственно. Спасибо огромное. О методиках можно говорить бесконечно, а вот эфирное время не бесконечно, поэтому мы завершаем наше интервью. Огромное спасибо говорим мы Инге Мангу, Смерги Симуль, которые являются авторами нескольких учебников по эстонскому языку. Ну а сейчас предлагаю познакомиться с теми телепередачами, которые подготовили наши коллеги на ЭТВ+, после чего свяжемся с известным российским публицистом Александром Невзоровым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова